Такое холодное место, чтобы хранить продукты, там может что-то еще. При раскопках исследователи спустились в погреб дома, который некогда был частью Вологодского городища. Из подвала археологи извлекли множество керамических черепков и целую партию частично сохранившейся кожаной обуви. Судя по всему, раньше это была яма для ненужного хлама, зато сейчас ее содержимое – это ценные находки. Похоже, что поршень называлась такая обувь. Тут вот веревочки, она такая была красивая, носики были закругленные. В такой обувке предположительно в 17 веке щеголяли горожане, у которых точно водились полушки. Одну из таких медных монет археологи откопали буквально на днях. Сокровища ожидали увидеть и внутри глиняного горошка, но тот оказался пуст. Это территория в 400 квадратных метров, где сейчас трудятся археологи из Рыта вдоль и поперек. Ямы и траншеи – это следы от лопат, но отнюдь не нынешних следователей, а людей 15 века, которые строили земляное укрепление. Оборонительный вал был обнаружен во время прошлых раскопок. На этот раз – другая громкая находка. Историки впервые наткнулись на одиночное захоронение. Событию вспоминает руководитель археологической экспедиции. Предшествовала любопытная встреча. Просто пришла женщина, как люди к нам приходят на раскоп посмотреть. Оказалось, что она жила в доме, который стоял на этом месте. Собственно говоря, он на этом месте стоял до зимы этого года. Его только зимой этого года разобрали. И когда она тут проживала, у нее там, как она сказала, водилась какая-то нечистая сила. Я, честно говоря, этот разговор и подзабыл немножечко эту встречу. Но буквально вечером того же дня нами было обнаружено вот это погребение. Это вполне могут быть останки настоятеля церкви Василия Великого, которая возвышалась на этом месте четыре с половиной столетия назад, предполагают историки. Но тут же ставят свою версию под сомнение. По результатам антропологического анализа мужчине было чуть больше 30-ти. Вряд ли в таком возрасте он мог возглавлять приход. Кстати, на погребение наткнулись юные следователи, старшеклассники и студенты колледжей, которые тоже участвуют в раскопках. Ребята тщательно прощупывают каждый сантиметр, чтобы не пропустить что-нибудь ценное. Мы не находим, мы только копаем. Вот находки у нас ответственные девочки. Да, мы вот возим им землю, они находят. Мы тоже глядим под лопаткой. Тщательно отмытые предметы археологи заносят в журнал учета. В нем уже несколько десятков наименований. Из-за мысловатых ключ от замка и костяная ложка и детские игрушки. По окончании раскопок в конце лета коллекция отправится на выставку. Там уже будут более точные сведения о каждой найденной вещи. И может быть, к тому времени историки разгадают и тайну средневекового захоронения в центре города. Алена Шибилова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.